Для чувствительной кожи 0% спирта, защита от раздражения. Ну что ж, погнали. Сейчас у меня на лице только мой обычный уход. Крем под глаза, крем на все лицо. В общем, в принципе, больше у меня ничего нет. Открываем и вею. Блин, я себя чувствую каким-то придурком вообще с этой банкой. Но на самом деле, как бы в составе вроде бы ничего такого нет. Сейчас посмотрим, в общем-то, как оно сработает. Вообще, насколько я знаю, эта штука лучше подходит для жирной комбинированной кожи. Ну, в общем-то, я экспериментатор. А как его? Блин, тут нет никакого дозатора. Ладно, я возьму чуть-чуть. Вот, столько. Надеюсь, мне этого хватит. Ну, я уверена, мне этого должно хватить. Ладно, позитивный настрой. Ой, пахнет мужиком. И принцип заключается в том, чтобы размазывать это по лицу, пока не начнешь ощущать такое конкретно липкое состояние кожи. У меня что-то это липкое состояние пока еще не наступило. Хотя я уже так конкретно массирую. Я липкое состояние кожи. Оно скорее такое, как матовым становится. Может, у нас, как обычно, делают шмурдяк какой-то. Везде делают нормальное, а у нас делают шмурдяк. Ну, нет, липкое, ну, такое, да, слегка липкое ощущение. Но в основном больше такое, как матовое. Ладно, в общем, втирать дальше нет смысла, потому что уже, в принципе, я по максимуму все втерла. А дальше я буду использовать тональную основу, ту, которую использую обычно уже несколько месяцев. Обычным способом нанесения, то есть с помощью влажного спонжа своего. Сейчас посмотрим, будет ли какая-то разница вообще в нанесении. Я надеюсь тоже, что вам не очень хорошо видно состояние моей кожи. Потому что всю прошлую неделю я болела. И, судя по всему, ну, как сказали врачи, это было инфекционное отравление. И оно у меня так на лице вылезло, что просто капец. У меня в таком ужасном состоянии кожа не была, ну, уже, не знаю, год так точно. Так, что касается нанесения, то здесь я особой разницы, честно говоря, пока не вижу. То есть, ну, все равно такое, мне кажется, сияющий финиш получается в этой тональной основе. В принципе, я не могу сказать, что нанесение как-то чем-то отличается. В принципе, абсолютно точно так же легла тональная основа, как и раньше. То есть, такой вот легкий сияющий финиш, может быть, вам заметно. Что касается покрытия, ну, да, мне надо было понаслаивать, конечно, потому что состояние кожи вообще сейчас просто ужасное. Но, тем не менее, как бы, не знаю, выглядит довольно обычно лицо. Нет никаких ощущений тоже, ну, как вы знаете, нехороших. То есть, у меня пока такое впечатление, что разница, что я нанесла, что не нанесла бы, вообще никакой. Хотя, признаюсь честно, пару дней назад я наносила тональную основу, правда, другую. Не эту, она более матовая. Она вообще на мне так ужасно легла. Знаете, это тоже такой психологический момент, когда не нравится состояние кожи, то кажется, что не нанеси, вообще все ужасно выглядит. Ну, у меня так, по крайней мере, так точно. А когда кожа в хорошем состоянии, то можно вообще там и так хорошо. Пойду без макияжа. И так красивая. Ну, насколько я знаю, принцип Невеи как праймера заключается в стойкости. То есть, что я не начну сильно блестеть там через пару часов, что я не начну, не начнет с меня это все плыть. В общем-то, сегодня очень хороший день для тестирования, потому что мне еще нужно снять 3 видео. Вечером, скорее всего, тоже пойду куда-то гулять, поэтому, как бы, протестируешь по полной. Пока на этом буду заканчивать, и увидимся с вами через несколько часов. Прошло где-то, наверное, часа 3 с того момента... Нет, наверное, не 3, вру, 2 где-то часа прошло, как я нанесла макияж. Ну, и как я и говорила, я начала немножко больше блестеть в некоторых зонах. В принципе, я бы сказала, что от жирного блеска, ну, лично на мне этот праймер не работает. Ну, посмотрим. Мне вот именно вот такое вот состояние макияжа нравится больше всего, потому что тональная основа усаживается, появляется такой слегка немножко блеск, но в то же время нету такого вот именно эффекта жирного блеска. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Вот, впереди еще съемки, 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 и вообще этот день довольно длинный будет. Покажу вам еще в конце дня, как будет все это выглядеть. Ну что, тональная основа на мне уже где-то добрых часов 7, наверное. Сейчас уже вечер, в принципе, достаточно темно. Что могу сказать? Ведет себя тональная основа абсолютно точно так же, как и без праймера Нивеевского. То есть, я уже достаточно сильно начала блестеть в зоне лба, на носу. Ну, в общем-то, все как обычно, потому что вот через такое количество времени я вполне... Это вполне обычное поведение для тональной основы. Единственное, ощущается, да, достаточно приятно. То есть, нет такого ощущения, что вот бегом хочется умыться уже. Вы знаете, я решила перенести это тестирование еще на новый уровень. Сегодня другой день. Я нанесла праймер Нивея на половину только лица. Нанесла на вот эту вот половину. И целый день сегодня ходила. Сегодня мы также ходили гулять. Вот только-только вернулись, уже поздний вечер. Ну и вот, собственно, как выглядит мой макияж. Мне кажется, что вот эта половина, в принципе, от вот этой ничем не отличается. Ну, то есть, по уровню того, как сохранился макияж, как он выглядит, как у меня лицо блестит. То есть, ну, мне кажется, что абсолютно то же самое. В общем-то, короче говоря, мой вердикт подтвердился. Не знаю, не особо работает на мне этот праймер. Вообще никак я его не ощущаю ни в положительную сторону, ни в отрицательную. То есть, как бы, ну, что-то вот такое. Ладно, буду я идти смывать мой макияж. Это уже хочется спать, ложиться. Вот. И спасибо, что смотрели это видео. Теперь уже точно пока. Что же я припасла на самый последок? То оставайтесь, у меня здесь достаточно много всего. В общем-то, мы с вами здесь задержимся. Первое, что мне здесь попадается под руку, это шампунь от Брелил. Я вам однозначно рекомендую попробовать антицеллюлитный массаж, потому что в моем случае он мне помог... Ну, я не хочу сказать, что избавиться от него, потому что я до сих пор не могу сказать, что я от него полностью избавилась. Но процентов где-то, наверное, на 60, может быть, даже 70, вот по окончанию двух этих курсов массажа, я могу сказать, что я от него избавилась. И так вот.